Так, ребят, сегодня дополнительное видео, ночное, а вы, возможно, его с утра посмотрите, поэтому с добрым утром, хорошего вам дня, но коротко о освещении Tour de France, его больше не будет, по крайней мере, в той форме, в которой я начал делать, потому что я, откровенно говоря, задолбался, это был лишь вопрос времени, когда я, собственно, закончил такие освещения. Потому что мне приходилось несколько раз перерендеривать, изменять, и кто хоть раз одно видео рендерил, что-то изменял, знает, что этот процесс не быстрый, особенно не на самом последнем компьютере, потом все это загружать нужно, ждать результата YouTube, который либо полностью блокирует видео, либо монетизацию отключает, либо то, либо это, пятое, третье, десятое. И в конечном итоге это тратило огромное количество времени. Вы знаете, по крайней мере, старожилы канала, что если что-нибудь выходит, я обычно реагирую, ну, просто моментально. Ну, и в этот раз я тоже реагировал моментально, то есть я смотрел эти самые этапы, я буквально под конец этапа делал видео, и все, монтировал буквально быстро-быстро, либо на телефоне сразу, максимально быстро. Загружал, потом получал ответ. Видео блокировано, недоступно к просмотру, будет всем, то есть у всех блокировано будет. Вау, здорово. И вот этап закончился, там, не знаю, в семнадцать часов, и я с вот этими всеми фокусами, выкрутасами, которые я описал, до девяти вечера сижу, ну, не только этим занимаюсь, понятно, но до девяти вечера, и, наконец-то, пропускается все, окей. И в итоге где вот эта реактивность? Я четыре часа проиграл, и, конечно, я понимаю, что, ну, конкуренции особо нет, в русскоязычном, по крайней мере, пространстве, но западные коллеги уже выпускают давно. И почему они выпускают? Вот вопрос. И почему русскоязычных тоже нет, и меня не будет? Потому что нет лицензии. Поэтому, сейчас я еще коротко скажу, какой формат будет освещение Tour de France все-таки иметь, но, пожалуйста, вот сейчас можешь на паузу нажать, или не на паузу, можешь параллельно сделать это, подпишись на канал, поставь этому видео лайк, комментируй, и, если есть у тебя такая возможность, то делай это с каждым видео. Просто включай видео, если оно по какой-то теме, которая тебя не очень интересует, хотя у меня достаточно сейчас своего контента, скажем, не только освещать хайповое спортивное соревнование, но и своего контента достаточно. Подключаешься, просматриваешь видео, хоть на беззвучке, хоть со звуком, если тебе интересно, лайк, комментарий и прочее. Все это, конечно, дико помогает. И когда будет 30 тысяч абонентов, я напишу, попробую написать, ну, это, соответственно, к следующему сезону уже, в ISO, это Amaury Sports Organization, те, кто владеет вот этим вот всем, реально всем, всеми гонками, вот этими UCI и прочими, то есть подыгиды UCI, конечно, и они лицензию дают, и потом можно использовать сколько хочешь контента, highlights, вот этих всех, и потом можно нормально освещать. Это будет просто мега круто в следующем сезоне освещать Жиро, Тур-де-Франс, Вуэльта, посмотрим, что у меня там в следующем году будет в плане, ну, чем я буду заниматься вообще. Но это будет просто мега круто, и для этого мне нужна, конечно же, ваша поддержка и тупо статистика. Я думаю, 30 тысяч абонентов не хватит, если честно, думаю, что не хватит, но где 30 тысяч, там и 35, где 35, там и 40, а там, глядишь, и 50, и вот мы уже подвигаемся к серьезным числам, которые уже, возможно, внимание это, ISO, привлекут на русскоязычном пространстве. Это будет просто здорово, круто. И здесь я хочу рассказать про пример канала Лантерны Руж, я, конечно, себя с ним, с этим чуваком вообще не сравниваю, он делает совершенно другой контент, как по мне, просто фрик, просто, я вот футболом интересовался. Просто смотрел все и вся, я столько времени тратил, знал всех игроков, большинство из них знал по килограммам, по сантиметрам, по характеру игры, короче, все вроде досконально, но то, с какой доскональностью этот чувак к велоспорту, вроде не самый популярный спорт относится, это просто что-то с чем-то. Так вот, у него сто тысяч абонентов, и ему сейчас дали лицензию, точнее, вот совсем недавно относительно, дали лицензию, вот этот ISO, и он освещает тот же Tour de France. Я посмотрел, я его раньше смотрел периодически, и гляжу сейчас, каждый этап набирает у него по сто тысяч просмотров и больше иногда раз. Вот эта виновница завала, у меня она набрала восемь тысяч, а у него триста или четыреста тысяч, или даже больше. И думаю, блин, а что его смотрят люди, типа, он же обычно просто рассказывает, просто какие-то цифры показывает, потому что, ну, как и всем другим, нельзя ничего больше показывать, все по лицензии только. Так нет, он вот эту лицензию как раз получил, и просмотры тоже поднялись сильно. Вот, это, короче, вот план на будущее, и огромное спасибо за поддержку до этого, то есть за все эти годы, и сейчас тоже. Что в итоге я буду делать, план, коротко, это то, что я уже делал когда-то, я прослушал подкаст Лэнса Армстронга, я думаю, немногие его слушают, потому что на английском, потому что он выходит поздно по России относительно, и я его слушал с удовольствием, и всякие инсайды ловил, вылавливал, писал небольшие пунктики, и в короткой форме вам их передавал, в том числе highlights смотрел, и эти highlights объединял с тем, что Лэнс говорил, с инсайдами вот этими, о которых, ну, никто больше не расскажет, кроме такого чувака, как Лэнс. Ну, окей, сейчас Фрум на ютюбе делает тоже видео, но там highlights, ну, особо, ну, я бы так сказал, что вот два видео посмотрел, и особо каких-то инсайдов не было. Я перепутал один раз highlights и inside. Ну, короче, инсайдов мало было у Фрума, у Лэнса их дофига было, по крайней мере. Вот начну снова подкасты Лэнса слушать, и для вас самое-самое передавать дальше. И вы знаете, что я вот к сравнению, вернемся с Lantern Rouge, я настолько досконально все это не буду делать, во-первых, потому что не считаю, что это вообще кому-то нафиг нужно, во-вторых, потому что я хочу дать вам максимально все компактно и только самое интересное, чтобы вы, как не суперфрик-фанат, но просто любитель велоспорта и тот, кто интересуется примерно какими-то действиями там, какими-то событиями на Tour de France, чтобы вы просто знали самое-самое лучшее, самое интересное. Вот, то, что из highlights, так вот и не увидишь, которые, опять-таки, по Евроспорту можно посмотреть. Вот, это по этому поводу было, и, пожалуй, вот все. Спасибо. Та-дам!